Здравствуйте! Интернет-магазин SKKS. Представляем телефончик. Первый из серии HomeTom. HomeTom с батарейкой 6250 мА. Сразу по комплектации и по техническим характеристикам. Техническая характеристика данного телефона описана сзади данного телефона. Она есть такая. Процессор 35-й, 64-битный. Поддерживает две сим-карты Dual SIM Micro. Батарейка несъемная. Есть GPS. 5,5 дюйма SD расширения. Специальный coming glass стекло. 5 точек. Камера 13 мегапикселей. Фирма Sony. Передняя 5 мегапикселей. 2 гига оперативной памяти. 16 гиг встроенной. Батарея 6250 мА. Модель HomeTom HT6. Комплектации. В комплектацию входит этот G-кабель. Зарядное устройство. Такое немаленького размера. Зарядное устройство также схоже с зарядным устройством, как Ауки Тел. Имеет универсальность. 5, 7, 9 вольт, 2 ампера. Скорее всего, оно абсолютно совместимо. Ну и кабель. Зарядный кабель. Наушников нет. Так. Хотя, может здесь что-то есть. Скрепочка. Есть скрепочка. Больше ничего нет. Но нам понадобится скрепочка. Ну и какая-то инструкция. User Manual. User Manual. User Manual на английском языке. Переходим к самому телефону. Так. Телефон выглядит как стандартный телефон компании Samsung на вид. Имеет немножко такой тяжелый вес, но неудивительно, потому что модель все-таки 6250 мА. Кнопки с правой стороны. Кнопка включения и громкости. Сверху ход 3,5. Внизу зарядка. Микрофон находится рядом с зарядкой. Камера имеет две вспышки. Ну это для камер Sony правильно. Так и должно быть. Фирменная прошивка HomeTone. Полностью русифицированная. Android 5.1. Хороший звук с динамикой. Так, вот прошивка. Настройки приложений карты. Естественно, из фонарика FM-станция. Был проведен соответствующий тест Antutu по дисплею. Уже заранее все подготовлено нами. Дальше. Device Information. HomeTone, HT6, Android 5.1, Quad-Core. 720 поддержка. Значит, HD разрешение. Встроенной памяти 16348. Доступно 15 гиг памяти. Получается. Дальше. Что мы видим? Что это все-таки 4-х ядерный процессор. Частота процессора до 1 МГц. Есть некоторые датчики. В том числе в данной модели есть еще датчик с магнитом. Посмотрим, что набрал Antutu. Antutu тест был проведен нами заранее. Antutu набрал 24316 баллов. Что, в принципе, абсолютно соответствует Aokitel K6000. Занимает определенное место, где и должен был занимать данный телефон. Итак, какие преимущества данного телефона? Преимущества данного телефона это огромный аккумулятор, нормальный процессор, достаточно 2 гига оперативной памяти, поддержка всех процессов, гугл маркетов, полная русификация, стопроцентная русификация, абсолютно нету таких моментов, как было, например, у телефонов Lenovo. Полная работа в системе. Есть некоторые функции дополнительные. То есть это рабочая лошадка с хорошим аккумулятором, которую можно использовать всегда и везде. Ну, кроме того, хорошим примером есть у нас, что здесь все-таки используется Sony камера, а значит мы сможем получать хорошие, качественные фотографии. Делаем пробную фотку. Посмотрим, что у нас получилось. Без настройки. Текст очень маленький, 1 мм высотой. Мы видим хорошую, нормальную, качественную картинку. Передняя камера тоже самое, позволяет спокойно общаться в Skype и использовать Skype для работы. Также посмотрим разъемы. Разъем для карты. Видим разъем для карты. Здесь используется микросим. Видите здесь, да? Микросим 2. Значит, можно поставить 2 микросим, либо вот есть вот такой вот зазорчик. Это значит, здесь можно еще ставить карту память. Все-таки память можно расширить. То есть у вас есть выбор. Либо использовать 2 сети GSM, либо использовать 1 сеть GSM и добавить, расширить память. Выводы. Главное в этом телефоне батарея, доступный процесс, доступная его работа, отсутствие торможения, а также все-таки цена. Цена данного девайса очень порадует, потому что аналогичный девайс с подобными параметрами других производителей стоит как минимум в 2 раза дороже. Продолжение следует... Продолжение следует...